Актер В последние годы он выходил к зрителю, превозмогая адские боли. Врачи сказали, что с таким диагнозом долго не живут, а он боролся и жил ради настоящего искусства. Театра. Этого актера звали Виктор Авилов. Вся жизнь Виктора прошла в подмосковном Востряково. Он рос простым рыжим парнем и после окончания индустриального техникума и службы в армии планировал пойти работать по специальности. Он мог бы быть кем угодно. Все, чем бы он ни занимался, все было бы на пять. Он так бы и работал инженером по монтажу систем контроля автоматики, но тут планы изменились. Его друзья во главе с Валерием Беликовичем решили создать самодеятельную театральную труппу, а так как Авилов очень хорошо рассказывал анекдоты, был тоже привлечен к этому делу. Первым спектаклем была «Женитьба», а первая роль Авилова – «Качкарев». Премьера прошла успешно и новому коллективу было выделено помещение на проспекте Вернадского. Так возник театр-студия на Юго-Западе. Авилов сначала не очень серьезно относился к этому занятию, считая своей основной работой работу водителя-грузовика. Репетировали по вечерам. В театре приходилось быть мастером на все руки, от техника до уборщика. Но после постановки спектакля «Мольер» по произведению Булгакова «Кабала-Свитош» все изменилось. Просто рождаются такие гениальные актеры, просто хочет он того или нет. Он просто как бы вот такую судьбу подвела к театру. Он не выбирал, просто они пошли там как бы за компанией, говорю, с ребятами, с одноклассниками. И как-то так само собой все получилось, очень так логично и просто. Попробовали, очень понравилось. Потом стал как бы совершенствовать, стал читать, стал образовываться. С роли Мольера и родился большой актер Виктор Авилов. Все, созданное им на сцене и в кино, было значительным. Но особенную любовь внушали созданные им героические характеры и судьбы. Ваше Величество, святейший государь, актеры труппы господина, все вернейшие и все поддымнейшие слуги Ваши поручили мне благодарить Вас за ту неслыханную честь, которую Вы оказали нам, посетив Вашим театром. Однажды они с моим братом играли в Адевиле здесь, а здесь еще шпана была Тропаревская. Они пьяные нажрутся и лезут в театр. А пусти там, а девчонки стоят на входе. Ну что делать? Ну они побежали, там пьяная толпа, вот такая группа молодежи. И вдруг наша дверь открывается, выскакивает Авилов с моим братом. Они играли таких тетушек. Ну, брата накладная, грудь такая, задница большая. Авилов дохлую такую играл, стерву. И вдруг выходит, выскакивает из дверей эти две бабищи, они начинают метелить этих, значит, алкашей. И за пять минут никого здесь не осталось, они вернулись, и опять доиграли, там кровь вытерли, все нормально. Вскоре Авилов получает роль Гамлета, и его сразу же называют преемником Высоцкого. В начале 80-х театру студии на Юго-Западе присваивают звание Народного театра. В этом же театре Виктор Васильевич находит себе спутницу жизни, актрису Галину Галкину, которая впоследствии станет его женой и матерью двух его дочерей. Мы играли в одних спектаклях, иногда он просто провожал домой, допустим. Раньше это было, заканчивали поздно, надо идти было, не знаю, там часа два, наверное, зимой, мог он спокойно меня довезти, и потом возвращаться опять в театр. Жил тогда в театре. Летом 1986 года Авилову наконец-то удается попробовать себя в кинематографе. Он принимает предложение сыграть роль Платона Андреевича в дипломной работе режиссера Олега Тепцова «Господин оформитель». Пресса окрестила эту картину как первый советский фильм ужасов, и многие ценители кино обратили внимание на оригинального утонченного актера. Если это была еще не слава, то, по крайней мере, популярность. Благосостояние актера тоже становится более или менее стабильным. Поймите, дело не в количестве драгоценностей, а в их соотношении с витриной, с платьем, в которое будет одет манекен. Мы с ним сидели в кафе в театральном низу. Он сказал, ты знаешь, говорит, был период, когда мне было очень тяжело, когда не было денег, угла, где жить. А вот сейчас как бы все устаканилось, все в порядке, есть проекты, есть работа, есть деньги. Но почему же вот тогда, когда мне было плохо, так мало рядом оказалось людей, которые смогли бы со мной просто поговорить. Труппа выезжает на первые зарубежные гастроли со спектаклем «Женить бы и Гамлет». По приезду Авилова с гастролей его ждет предложение сыграть роль, благодаря которой он стал известен на весь Советский Союз. Я уже запустился с фильмом «Узник замка Ив», и меня вдруг совершенно заколодило, я не мог представить даже себе, кого из актеров я могу снять в роли Рафа Монтекреста. И вдруг я в одной странице вижу вот такую вот маленькую фотографию Виктора Авилова в театре на Юго-Западе в роли Гамлета. Вот мне нужен был такой страшный с первого взгляда человек, который постепенно завоевывает к себе расположение. Режиссер знакомится с Авиловым и до конца убеждается, что это тот актер, которого он искал. И когда я ему сказал, что вот я хочу, чтобы у меня сыграли Монтекреста, даже я могу не пробовать вас. Вы стопроцентное воплощение моего самого тайного желания. На что Витя заржал и сказал, я Монтекреста, я шофер. Режиссер замечал, что во время съемок, которые проходили уже в интерьере готовых декораций, Авилов не играл, он жил этой роли. Он был настоящий, причем ему даже не требовался грим. Феномен в том, что человек не пользовался никакими ухищрениями, системами, а он превращал себя в шизофреника. То есть он себя настолько перестраивал, что создавал искусственную шизофрению. То, что он делал, это нельзя называть актерской игрой. Он на самом деле был Эдмоном Дантесом. ЗВОНОК В ДВЕРЬ на юго-западе начинают осаждать толпы кинозрителей, желающих увидеть графа Монтекреста на сцене. Впрочем, Виктор, несмотря на ошеломляющий успех, скептически относился к своей работе в кино. Театр для него всегда стоял неизмеримо выше. Театр он считал альма-матер. Театр изменил его жизнь. На 180 градусов развернул его в жизни. Он из шофера, так сказать, чернорабочего превращился в высокого по-духовному, по-всякому состоянию актера. Конечно, любой театральный актер никогда не поставит театр, кино на одну ступень. Для любого театрального, истинного театрального актера кино всегда стоит на ступень ниже. Виктор Васильевич уже достиг такого уровня, что практически все спектакли в театре ставились под него. Моя свобода ложная! О, как тяжелая эта ночь! Образ Каллигулы буквально задавил его комические роли, и Авилов полностью увлекся характерами не самых лицеприятных личностей. Вообще, злодеев интереснее героя. Вообще. Ну, не знаю, а вот положительного вообще героя труднее сыграть всегда. Его труднее сыграть интересно для зрителя. Параллельно Георгий Юнгвальд Хелькевич приглашает Виктора в свою новую картину «Искусство жить в Одессе», которую впоследствии назовут «Умиротворителем эмигрантских душ». Авилов в этом фильме сыграл роль человека, олицетворяющего коммунизм. Витя сделал его человеком настолько убежденным в своей правоте, нищим, которому ничего не надо, кроме осуществления вот идеи всего общего равенства. Он страшно сыграл фильм, образец жуткий. Что? Что? Это враги! Актер нередко, особенно на съемках, прибегал к медитации, обладая очень сильной энергетикой, которую мог направить как в положительную, так и в отрицательную сторону. Ощущал в себе какую-то силу воздействия на людей, своим взглядом таким пронизывающим. Он мог лечить, он так действительно вылечил. Голова заболела, он поводил там руками, что-то прошло. Какие-то смешные вещи. Допустим, если он идет по улице, на встречу кто-то идет, и вдруг он мог поднять глаза на кого-то. Мне кажется, человек просто мог. Ну, не потерять сознание, но быть просто поражен, как бы столкнуться с какой-то такой энергетической стеной. Виктор приступает к роли Мардаунта в фильме «Мушкетеры. 20 лет спустя». Там ему снова предстоит сыграть отрицательного персонажа. Когда он играл Мардаунта у меня, это третий фильм, 20 лет спустя, вот там он меня все время доставал, что ему не нравится играть однозначного такого плохого, что он бы хотел там это. Я говорю, видя, нет времени, и это не то кино, это Мардаунт, это творение зла. И если этого не делать, то мушкетеры выглядят идиотами, что они вчетвером одного такого худого, как ты, человека, хотят придушить, задушить, убить. Также он возвращается и к режиссерской работе над «Каллигой». Он бился за этот фильм изо всех сил, но в 93-м году проект был остановлен. Его осуществлению помешала инфляция. И когда, казалось, Авилову впору было поддаться унынию, происходит следующее. Ему присваивают звание заслуженного артиста России. И следом появляется еще однозначимая в его актерской жизни роль. Волунт в постановке «Мастер Маргарита». Когда Авилов выходил на сцену, всегда была мистика. Когда он играл Гамлета, всегда была мистика. Когда я говорил Гертруду, не пей вина, Гертруда, и бежал к жене своей, как бы ее спасать, и он так вот загораживал, и я смотрел его в глаза, вот это была мистика. Когда он играл этого Воланда, то, естественно, что-то уже говорить не приходится. Он зачесывал волосы назад, он делал свое лицо, так сказать, как бы таким, каким он, без его пышной прически. И это было, конечно, и вот стремительная такая фигура у него, такая изломанная, декадентская, и так сказать, как он ноги не поставит, все красиво, руки громадные такие. Он, так сказать, актер милостью Божией. Виктор Авилов воспрял духом, но никто тогда не мог и предположить, что эта роль будет последней из самых значимых, сыгранных им в театре. Я не говорил ему тогда за завтраком. Вы, профессор, были ваши, что-то нескладные придумали. Она, может быть, умная, но более непонятная. Надо, наверное, потешаться будет. Мы были на гастролях с мастером в Германии. Ведь там так заболел, что там практически у него была клиническая смерть. Ну, как бы вообще там, как бы тут надо, ну, вдруг там это все, потому что актеры вообще боятся играть в Оландо. А ведь, как бы это было несложно, потому что они по энергетике как-то чем-то схожи. Но вот почему-то именно на мастер-магалете он мог попрощаться с жизнью. После этого случая Авилов вернулся на сцену только через полтора месяца. В это время он снялся в нескольких картинах, одна из которых продолжение фильма «Зимняя вишня». Но его всегда тянуло на сцену, и следующие спектакли были для него отрадой. Он никому не говорил, что боль не отпускала его даже после интенсивного лечения. Казалось, что ролей будет еще много, но Авилов оказался отлучен от сцены из-за поставленного диагноза туберкулез. И все же смог после этого вернуться в профессию, но в театре на Юго-Западе он играет теперь редко. Постоянным местом его работы становится театр-киноспектакль. Там он освоил новую систему совмещения театра и кино. В спектакле «Парфюмер» театра «Артхаус» Авилов впервые пробует себя как хореограф. Его можно вообще окрестить просто маньяк какой-то, который гримил. Убивал девочек, запахи звук. Она вот такая, я бы ее даже назвал, убогая такая философия, но претендующая на какие-то высшие вещи. Интересно это тебе. Через отрицание начинаешь понимать, что это положительное, через боль понимаешь радость. При театре-киноспектакле Авилов создает свою актерскую школу. Казалось бы, жизнь налаживается, но никто не знает, каких трудов актеру стоит выходить на сцену и какие адские боли мучают этого человека. Я иногда несколько раз видел, что это было, что ему стоило сыграть того же Мольера, того же Гамлета, что ему стоило сыграть этот спектакль. Авилова постоянно мучают сильные боли. Ему некогда заниматься своим здоровьем. Он принимает обезболивающие, но и это не помогает. А параллельно идут изнурительные гастроли мастера и Маргариты. Каждый день новый город, каждую ночь переезд. Ни одного выходного более чем за полгода. Все это очень сильно подорвало и так слабое здоровье артиста. Он ведь с Полтавским театром ездил в Израиль. Мы сейчас только что были с этими же продюсерами. Он рассказывал. После спектакля у него были дикие схватки. Они готовы были отменять эти спектакли, но не отменяли, он играл. Как он говорил словами Мольера, разве можно не сыграть последний спектакль. И все же гастроли пришлось прервать. Авилова ждало очередное медицинское обследование. И он верил и надеялся на лучшее. Когда он болел, у него был период, вот он был в больнице, и мы с ним, я приехал к нему, и мы с ним вышли, легли на траву, ну и так. Стали говорить за жизнь. Он мне сказал такую вещь, он мне сказал, ты знаешь, говорит, вот сейчас надо быстрее вылечиться, потому что дел, Леха дел много. Врачи все же поставили диагноз. Рак. Ему требовалось срочное, эффективное лечение, хотя мало кто уже верил в лучшее. Даже он сам. Он откуда-то прилетел, по-моему, из Дальнего Востока, и он из репорта позвонил мне и говорит, ты еще можешь выйти там к подъезду? Я на машине еду. Я говорю, ну могу, поздно было уже. Я спускаюсь. А он так тяжело, тяжело, как-то уже вылезал из машины, то есть спина болела, все. И вдруг он такие вот банки просто, икры красную вытащил, так как я просто вижу, что он такой очень оставший, говорит, это девчонка. И все. И потом сел и уехал. Вот это была последняя встреча. Авилов уезжает в Новосибирск с надеждой, что там ему помогут. Там он отпраздновал свой 51-й день рождения. А через несколько дней у него остановилось сердце. Я ставил спектакль Ромео Джулье, играл Меркуцио. И вот представь себе, последний привет от Виктора Васильевича. Это я репетирую сцену смерти Меркуцио. Умирает Меркуцио на сцене, замечательный актер Сережа Бородинов в Нижнем Новгороде. Умирает. Мы прям репетируем. Он прекрасно это делает. И вот эти слова, я помню, как Виктор Васильевич говорил, я для этой жизни был слишком переперчен. И умирает. Вот последние слова говорит этот артист, играющий Меркуцио в авиловскую роль. У меня звонок по мобильному. Алло. Меркуцио умирает. Прям. И мне Фатима говорит, Виктор умер. По словам врачей, Авилов был болен раком около 10 лет. Даже его близкие не знали, что он переживает страшные мучения. Все это время актер просто превозмогал боль, не обращаясь за помощью к медикам. А они ужаснулись, когда увидели снимки. С такой запущенной стадией болезни люди вообще не живут. А был у него рак желудка. И это были метастазы. Он терпеливый. Когда его уже не стало, выяснилось, что он вот с тем, что у него было, должен был терпеть в течение многих лет нечеловеческие, разрывающие человека на куски боли. Этого никто не видел. Это все такая действительно мистическая какая-то история. Ужасно. Виктора Авилова похоронили на Васильковском кладбище. Погода в этот день была странная, переменчивая. Такая же, какой и была натура Авилова. То дождь стеной, то яркое солнце, то радуга. Он был актером от Бога, без специального образования, но с особым даром. Он говорил, думаю, что жизнь человеку и дана, чтобы он как можно дальше продвинулся в познании саморазвития. Кстати, и назначение театра я вижу в совершенствовании души. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok